Преступление и наказание. В 2016 году в уголовном праве появилось понятие судебный штраф. Новый институт должен был гуманизировать уголовную систему, но на практике привел к освобождению от уголовного преследования. В итоге коррупционеры или даже виновники ДТП со смертельным исходом оказываются нередко чисты перед законом. Судебные штрафы, гуманизация уголовных наказаний или возможность откупиться от преступлений. И что сейчас делается, чтобы наказание все-таки было соразмерным совершенному преступлению? Об этом поговорим с начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской республики Юрием Петровичем Юркиным. Здравствуйте, Юрий Петрович. Здравствуйте. Все-таки что такое судебный штраф и при совершении каких преступлений он может быть использован? Хотел бы сразу отметить, что федеральным законом 3 июля 2016 года в Уголовный кодекс и Уголовно-профессиональный кодекс были внесены определенные изменения. Был введен новый институт основания освобождения от уголовной ответственности. Это применение уголовного правового характера в виде судебного штрафа. Основная особенность данного вида освобождения от уголовной ответственности заключается в том, что судебный штраф – это не влечет за собой судимость. То есть лицо, которое подверглось вот этому принудительному, скажем так, характеру, считается лицом, не судимым и не привлекавшимся к уголовной ответственности. Есть определенные особенности применения судебного штрафа. Есть определенные основания, которые необходимо соблюсти. Во-первых, лицо должно быть впервые привлекаться к уголовной ответственности. Это особенность такая. Во-вторых, судебный штраф применяется только при основании совершения определенной категории преступлений. Это небольшой тяжести и средней тяжести. То есть уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы, которое не превышает пяти лет. Только за эти преступления может быть применен судебный штраф. Тоже основная особенность применения, которую необходимо соблюсти, это признание вины. То есть если лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за мной указанную категорию преступлений, не признает виновным, то ни о каком судебном штрафе речь может и не идти. Ну и главная особенность применения судебного штрафа – это заглаживание причиненного вреда и возмещение причиненного ущерба. Вот при наличии совокупности всех вот этих оснований может быть применен судебный штраф. Получается, при применении судебного штрафа человек, который впервые отступился и совершил преступление небольшой и средней тяжести, может избежать судимости и ее последствий. Но, к сожалению, закон не содержит ограничений по применению этой нормы в зависимости от статей Уголовного кодекса Российской Федерации, да? Да, я с вами согласен. Действительно, уголовный закон не предусматривает ограничения по применению судебного штрафа в зависимости от статей. Главное тут соблюсти определенную категорию преступлений, то есть небольшой и средней тяжести. Все, что относится к этой категории преступлений, по всем этим преступлениям может быть применен судебный штраф. Действительно, это так. Хотелось бы мне привести примеры. Только за два первых месяца этого года в Чувашии произошло 154 дорожно-транспортных происшествия. 20 человек погибли, 195 пострадали. Последние случаи ДТП, в том числе и со смертельным исходом в Чувашии. Я предлагаю посмотреть. 27 января в 6.40 утра в Канажском районе водитель БМВ насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу. От полученных травм 37-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. В момент ДТП водитель был трест, сообщали в госавтоинспекции. Другое ДТП. В Чуваший районе водитель насмерть сбил пешехода на зебре. ДТП произошло 27 февраля на 30-м километре автодороги Чувашия-Сурская. Восле деревни Чиганары водитель на приоре сбил 55-летнюю жительницу Чувашия, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу, где спустя два часа скончалась. Виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено. И совсем недавно на проспекте Ленина в Чебоксарах 12 марта на переходе недалеко от улицы Николаева 34-летняя автомобилистка на «Шевроле Лачете» сбила 72-летнюю женщину и скрылась с места ДТП. Автомобилистку оперативно нашли и задержали. Она сообщила, что не заметила пешехода из-за сугроба, а с места аварии уехала, так как не заметила, что сбила женщину. Пострадавшая была госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Хотя на видео четко видно, что не заметить пешехода здесь было просто невозможно. А как можно не заметить, что ты сбил человека, я вообще не понимаю. Скажите, пожалуйста, Юрий Петрович, в таких случаях тоже возможно применение судебных штрафов? Ну да, к сожалению. К сожалению, такие преступления не редкость на наших дорогах. И действительно, судебные штрафы могут быть примены именно к такой категории преступлений. Как ни пагубно говорить об этом, но преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения, они входят в категорию вот этих... Такой меры. Такой меры, да. Судебные штрафы. Хочу привести небольшую статистику. В 2020 году с применением судебного штрафа прекращено 35 уголовных дел. 35. А представители, связанные с нарушением правил дорожного движения, из которых по части 1 статьи 264, это запричинение тяжкого вреда здоровью, были освобождены от уголовной ответственности применение судебного штрафа 30 нарушителей. Так их назовем. 30 нарушителей. И ко всем были применены судебные штрафы. Но хотелось бы отметить, всё-таки это тяжкий вред здоровью, это не смерть. Здесь играет большую роль поведение самого виновного лица в последующем. Как я уже говорил ранее, возмещение причиненного вреда, заглаживание вреда играет большую роль для применения вот этой принудительной меры. Как в последней картинке, был причинен вред здоровью средней тяжести, то уголовная ответственность не наступает. А влечет виновное лицо, в данном случае женщина, которую сбил в напишенном переходе человека, ее привлекут к административной ответственности. А то, что она скрылась вместо ДСТП, это не играет роли? Это уже роли не играет. Это административная ответственность, поскольку последствия не наступают для уголовно-наказуемого деяния. Вот в этом особенность. Поэтому, как я уже привел статистику, 30 дел было прекращено за причинение тяжкого вреда здоровью. Но связано это с чем? Виновные лица активно способствовали заглаживанию, скажем так, своей вины. Понятно, что ДТП – это неосторожное преступление. Никто умышленно не сбивает. Хотя на практике бывают разные обстоятельства. Но здесь в первую очередь суд, когда применяет такую меру воздействия, он обращает внимание, в первую очередь, на в каком размере был компенсирован вред. Участвовал ли виновное лицо в лечении? То есть какие средства были затрачены? Конечно, немаловажную роль играет и мнение потерпевших по этой категории дел. То есть позицию потерпевшего суд берет во внимание, но оно не является приоритетом. Но если человек погиб, есть, как правило, потерпевших признают близких родственников. Это муж, дети. Если нет таковых, то родственники человека. А вот кто принимает решение? Можно этому человеку отделаться судебным штрафом? Или все-таки другую какую-то меру выбрать? Это суд принимает это решение? Или это досудебное какое-то разбирательство? Нет, это принимает суд. Суд принимает решение? Да, это исключительная прерогатива суда. И только суд принимает решение, признает ли он возмещенный вред достаточным и позволяющим применить вот эту меру как судебный штраф. Юрий Петрович, несправедливыми кажутся такие случаи, когда в качестве возмещения ущерба люди, совершившие преступления, перечисляют средства в благотворительные фонды, детские дома и так далее. И судебные дела при этом прекращаются. К сожалению, это тоже не редкость. В Чувашии есть такие примеры. В прошлом году Шумерлинский районный суд освободил от уголовной ответственности ранее уже привлекавшуюся женщину к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Свою вину она загладила перечислением денег в детский дом. Следствием этого решения стало то, что водителя, уже дважды пойманного пьяным за рулём, даже не лишили прав. Если бы её признали виновной по уголовному делу, этого бы не произошло. Я с вами полностью согласен. Нам тоже не нравится, когда уголовные дела прекращаются только на том основании, что заглаживание вреда... Это, конечно, хорошо. Благотворительный фонд перечислит деньги, детскому дому чем-то помочь. Но тот ли это случай? Конечно, нет. Благодарительный фонд – это добровольное пожертвование. Хочешь ты помочь Благодарному фону? Пожалуйста. Хочешь помочь какому-то социальному учреждению? Пожалуйста. Но я считаю, и мы считаем в полной мере и в прокуратуре то же самое, что перечисление Благодарного фонда никаким образом не заглаживает причинённый вред. Я расскажу более. На практике достаточно уголовных дел, когда прекращаются по таким основаниям. Само понятие административной юрисдикции, как в данном случае, говорит о том, что при повторном совершении преступления, наверное, должно наказание ужесточиться. Правильно? То есть если тебе дали шанс один раз, тебя не привлекаются, исправятся, ты повторно совершаешь аналогичные преступления. Наверное, должно наказание быть более серьёзным, а не освобождаться. Мы об этом примере знаем. В настоящее время мы рассматриваем вопрос об обжаловании его в конституционном порядке на предмет отмены. Но я хочу тоже привести вот такие примеры, тоже довольно-таки часто встречающиеся, связанные с, допустим, незаконным оборотом наркотических средств. Как правило, суды... То есть как можешь загладить вред, если ты незаконно прибрёл наркотический средств? Кому ты загладишь вред? Государству или как? Кому? Или всех людей найдёшь, кому продали наркотики? Да, продали наркотики. Совершенно верно. И нередко, в данном случае, чтобы уйти от уголовной ответственности, лица виновные в совершении таких преступлений, направляет денежные средства в благотворительный фонд. И суд признаёт это как заглаживаем вреда. Мы категорически с этим не согласны. Абсолютно. В качестве примера могу привести в судебной практике Верховного суда Российской Федерации было прекращено уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении такой категории лиц, который незаконно приобрёл наркотические средства. Но в качестве заглаживаемого вреда суд признал его работу в революционном центре в течение месяца там, где люди в настоящее время проходят лечение и курс лечения от наркомании. Да, вот здесь мы признаём, что, можно признать, что он действительно загладил вред и своими действиями, и последствиями, возможно, откажется от этих погубного потребления. Вот здесь да, можно сказать. А, как вы сказали, я с вами полностью согласен, что благотворительный фонд – это не панацея, скажем так, и невозможно оценить уменьшение общественной опасности лица. То есть он сегодня перечислил, а, как правило, перечисляет незначительные же суммы денег – тысячу, две тысячи рублей, и как можно сразмерить тяжесть совершённого преступления и вот этого проступка. Все дела, где прекращаются уголовные преследования, где имеют факты переследования, мы, конечно, обжалуем. Ну, не часто Верховный суд нас поддерживает, но мы на то и работаем, чтобы формировать вот сейчас единую судебную практику. Мы общаемся с судом, мы общаемся с руководством Верховного суда, и я думаю, мы как бы придём к тому, значит, консессуму, чтобы исключить вот это понятие, как перечисление в благотворительный фонд, как основание для возмещения вреда. То есть чтобы это исключили из практики? Да, чтобы исключить из практики, да. Мы над этим работаем. Как раз в конце прошлого года генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов отметил, что с момента введения судебных штрафов количество соответствующих процессуальных решений ежегодно растёт. Так, за 2017 год их было назначено более 7 тысяч по всей России, а в первом полугодии 2020 уже почти 20 тысяч. Одновременно увеличивается число нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, как на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства, так и при исполнении подобных судебных решений. Генпрокурор поручил усилить надзор за предварительным расследованием и проверить соблюдение всех условий для назначения судебного штрафа. Вы можете привести примеры, когда штраф, кроме, конечно, перечислений, возмещения ущерба в благотворительный фонд, это явно, опять же, недостаточная мера наказания? Ну, конечно, у нас такие примеры есть. Вот если в 2017 году было привлечено уголовное преследование по 6% уголовных дел, то по итогам первого полугодия он же достиг 20% уровня. По итогам в целом 2020 года он немножко снизился, до 15%, но это связано с тем, что прокуратура активно начала обращать внимание на этот институт. Мы приняли определенные организационные распорядительные меры, коллеги привели, что способствовало незначительному сокращению по итогам года. Но мы эту работу ведем. То, что касается примеров по той категории дел, по которой мы считаем, что, в принципе, нельзя применять судебные штрафы, конечно, они есть. Мы их обозначили и на коллегии, и на коллегии генеральной прокуратуры России, генеральным прокурором Игорем Красновым, были тоже обозначены приоритеты. То есть та категория преступления, по которым, конечно же, нельзя на наш взгляд применять судебные штрафы. Но в первую очередь это что? Это коррупционные преступления. Дача взятки, получение взятки. Нередко такие решения суды выносят. Другая категория дела – это половая неприкосновенность несовершеннолетних. То есть, как ни странно, есть определенные категории преступлений, о чем мы говорили, о том, что есть определенные категории преступлений, которые позволяют назначить наказание в виде судебного штрафа за половые преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, если половое отношение было совершено добровольно. Есть такое в уголовном законе. Но политика государства направлена на охрану здоровья несовершеннолетнего, а всех сексуальных, в первую очередь, посягательств. Поэтому неважно, добровольно, недобровольно совершены были действия. Мы считаем, что прекращать уголовно-преследование по этим основаниям, конечно же, нельзя. Есть примечание к статье, в частности, 134-й, которая как раз влечет уголовное наказание за такие деяния. Есть примечание, где четко написано, может быть осуществлено от наказания, не от уголовного преследования, а от наказания лицо, если он изменил обстановку, вступил в законный брак. У нас такие дела тоже есть. Там, где вступили в законный брак, у нас есть два таких дела, там действительно мы, скажем так, согласились с тем, что изменилась обстановка, был применен судебный штраф, но мы эти дела не обжаловываем. Ну, конечно же, мы уже говорили про дорожно-транспортное происшествие. Там, где есть смерть, но это не только связано с дорожно-транспортным происшествием, есть и другая категория дел – охрана труда. Там тоже, где в связи с несоблюдением правил охраны труда погибают на производстве люди. Таких случаев было несколько даже за прошлый год, по-моему, в Чубарской республике. Да, были такие случаи. Мы тоже считаем, там, где непосредственно наступила смерть, независимо от того, по какой причине, по каким основным, там, конечно, несоразмерность измерить деньги и жизнь человека. Вот хотел бы привести тоже пример, буквально, тоже мы его судебное решение, конечно, мы обжаловали, но нас конституционная инстанция не поддержала. Ну, чисто в душе у меня, вот я с ним не согласен. Буквально в том году по центральной улице города Чебоксары, проспект Ленина, всем известная, пешеходные там движения, очень интенсивные, интенсивные движения автомобилей. Один молодой человек передвигался на своем автомобиле со скоростью около 100 км в час. Вы можете представить, по центральной улице человек едет со скоростью 100 км в час, избивает на пешеходном переходе человека и в последующем скрывается. В результате ДТП наступила смерть. Смерть человека. Все, его нет. Суд признал возможным назначить судебный штраф и освободить от наказания этого лица по тем основаниям, что он возместил вред здоровью родственники далее. А у него не было близких родственников, у него не было жены, у него не было детей. Тут очень много моментов таких резонансных. Да, очень много. И посчитал возможным, возмещение в размере, не представьте, да, 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей, и человек ушел от ответственности. Конечно, мы обжаловали его, но мы не согласились, мы и сейчас не согласны с этим решением. Но оно есть. Но я хочу сказать, что это единичное решение. Это единичное. Там, где есть смерть, вот тоже по даже транспроисшествиям, у нас были такие и в 18-м, и в 19-м году, и в 20-м году были такие дела, где применялись судебному штрафу. Но мы их все обжаловали, все отпенены, и в последующем все привлечены к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы. Вот, понимаете, да? То есть мы отслеживаем такие дела. Большинство преступлений, где прекращается уголовное преследование, это преступления против собственности. То есть это краши, грабежи. Там, где потерпевший действительно нуждается в возмещении вреда. И где это оправдано достаточно? Да, это оправдано. Да, действительно. Своровал, похитил, возместил, извинился. Дает тебе возможность, шансы справиться и встать на другой путь. Да, справиться. Правильно вы говорите. А вот когда начали применяться судебные штрафы поголовно по всей категории преступления, и в том числе по той озвученной, которую я уже сказал, здесь мы уже, скажем так, насторожились. И не зря уже в 2020 году, во втором полугодии, мы активно стали уже заниматься отслеживанием вот этих всех судебных решений. Да, действительно, у нас не было единой правоприменительной практики. Мы проанализировали судебную практику в целом за год, проверили все судебные решения, все судебные решения, которые были вынесены городскими районными судами Горчебоксара, Горчебоксарск, Канарским районным судом. И по итогам, по результатам вот этой проверки, нами было внесено 21 конституционное представление. Конституционное, то есть 6-й конституционный суд общей юридиции. Это за 2020 год? За 2020 год, да. Конечно, мы не можем проверить за 18-19, у нас мы ограничены в сроках принесения конституционных представлений. Все конституционные представления были рассмотрены, и значительная часть этих представлений, вот из 21-го, 19-й были удовлетворены. То есть вам удалось протестовать судебные штрафы? Да, судебные штрафы, они были отменены, уголовные дела были направлены на новое рассмотрение, в настоящее время они рассматриваются, по части из которых уже вынесены обвинительные приговоры. То есть, кроме того, нами было внесено около 30 апелляционных представлений, большая часть которых даже была удовлетворена. Вот, как я уже говорил, аналитическую обзор, ну, или, скажем так, обобщение судебной практики, мы направили в адрес председателя Верховного суда, где обратили внимание, в том числе на вот эти преступления коррупционные. Использование по уголовным статьям разным, да? Чтобы как бы воедино создать единую нашу практику, мы сейчас отслеживаем все судебные решения, абсолютно все по всей республике. Все судебные решения после их вынесения аккумулируются у нас в управление, мы их изучаем. При наличии достаточных оснований мы, значит, вносим либо апелляционное представление, либо конституционное представление. Вот буквально сейчас у меня на столе лежит конституционное представление по судебному штрафу за дачу заведено ложных показаний о совершенном преступлении. 306-я статья. Вроде редко встречается, я первый раз увидел, что прекратили судебным штрафом. Суть дела такова, супруга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о причине уголовного ответственности своего супруга за истязание. То есть как бы обвиняет его в совершении преступления. В ходе предварительного расследования было установлено, что это обращение было фиктивным, ложным и было возбуждено уголовное дело. Можно прекратить это дело судебного штрафа или нет? Если мы пойдем по такому пути, что можно, тогда любое лицо сможет обращаться с такими заявлениями. Органы следствия, они все-таки и расследуют, несут какие-то затраты и физические, и финансовые на раскрытие этих преступлений. А в последующем выясняется, что это была просто спланированная такая, скажем, лакция. То есть она решила просто оболгать мужа, тем самым его напугать? Да, тем самым его напугать. В настоящее время сейчас мы сидим и решаем вопросы о том, будем ли мы обжалкивать это, представляю, нет. Но, скорее всего, наверное, да. Чтобы не было пагубной практики в последующем. Я вот тоже хочу сказать, что очень много было преступлений, прекращались уголовные дела по научу Баксарску, по преступлениям, связанным с применением насилия в отношении представителей власти. Ну, это в отношении полицейских, да. При исполнении неслуженных обязанностей тоже можно. Мы посмотрели и обратили внимание, что каждое дело, которое приходит по такой категории, оно было прекращено. Мы обратили внимание и в судейское сообщество города, на Чебоксарске, но и обжаловали судебное решение, обосновав его тем, что невозможно загладить вред просто извинением. Это все-таки представители власти и преступление против порядка управления совершено. Как загладить вред? То есть можно загладить вред, ну, лицу частному, а самой системе невозможно просто извинениями. И в настоящее время такая практика прекратилась. Все, у нас таких уже дел прекращенных не имеется. То есть мы тоже активно влияем именно на правоустанавливающие. Работы в каких-то направлениях уже есть, получается. Юрий Петрович, как добиться того, чтобы судебные штрафы назначались все же в исключительных случаях, а виновные несли заслуженное наказание без права на откуп? И что сейчас делается в этом направлении прокуратуры Чувашской республики? По поручению генерального прокурора в настоящее время прорабатывается законодательная инициатива об ограничении применения судебного штрафа к определенной категории преступлений. По конкретным каким статьям уголовного кодекса? Коррупционные дела, в первую очередь. Преступления против... Половой непрестанавливания несовершеннолетних, в первую очередь. Все преступления, где наступили последствия в виде смерти. И ДТП в том числе. И ДТП в том числе. Неважно, по каким основаниям. Вот эти преступления. Наверное, экономическая направленность тоже нужна. Все-таки принцип справедливости наказания, он должен работать. Правильно? То есть если совершил преступления, которые относятся к большой общественной опасности, ну, такие значимые, наверное, лицо должно нести ответственность. Вот мы вот на это нацелены, и мы активно сейчас работаем. Спасибо, Юрий Петрович. В студии мы сегодня говорили с начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской республики Юрием Юркиным. Отстаивай свои права, не нарушайте права других. Смотрите «Пробовое поле» и действуйте в рамках закона. До свидания.